Анапский археологический музей насчитывает сотни экспонатов, относящихся к земледелию. Зернотерки, древнегреческие орудия труда, пифосы, кувшины для хранения зерна и глиняная посуда. Сотрудники говорят, что без сельского хозяйства, возможно, и не было бы и самой Горгипии. Потому что хлеб, всему голова. Именно здесь греки нашли этот хлеб, который спас их от голода, а именно поэтому они переселились в это северное Причерноморье. Пшеница и виноград – две основные культуры, которые выращивали в Горгипии в промышленных масштабах. В Древнегреции были и свои боги, покровители крестьян и ремесленников. О каждом из них можно узнать на выставке камней, лапидарий. Один из главных – Дионис или же Дионисий, бог виноградарства. Эти уникальные мраморные кассеты, плиты с выбитыми образами его слуг, украшали его храм в древнегреческом городе. Вот такие блоки, такие квадры вырезали за городом в каменотесной мастерской, привозили на центральную площадь и без всякого связующего раствора, подгоняя эти блоки один к другому, возводили храм. Храм – жилище для бога, причем каждому богу в отдельности строится свой храм. Музей всячески старается заинтересовать всех потенциальных посетителей какими-то новыми мероприятиями, новыми формами работы, и музей всегда рад посетителям. Каждый день в Анапском музее будут проходить тематические экскурсии и выставки. Завтра в День археологии посетители смогут увидеть экспозицию терракотовых фигурок. Часть экспонатов впервые достанут из закрытых фондов музея. Ирина Меркурьева, Ксения Сипко, Роман Беркалиев, Анапа. Регион.